МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каникулы позади. Настал волнительный и радостный день. В Альметьевске прозвенели первые звонки. Обновленное водохранилище, кинологическая площадка. Здесь все такое прям новое, красивое. Новые объекты в Альметьевске осмотрел Рустам Мениханов и оценили жителя. Благодарность за труд. Порывы были много, вручную копали траншеи. День нефтяника отметили в Альметьевске. От традиционного формата празднования отошли. Многонациональный и любимый Татарстан. Очень счастлив, потому что это же паспорт. Как отметили этот праздник. Это новости Юго-Востока. В студии Арина Посредникова. Здравствуйте. Сегодня в Альметьевских школах начался новый учебный год. За партой сели 29 тысяч юных альметьевцев. 2800 детей пошли в первый класс. И сегодняшний день стал началом новой жизни не только для них, но и для первокурсников. Как проходил этот праздничный и для многих волнительный день, расскажем далее. С праздником, с днем зданий. Добрый будь. Сегодня в Высшей школе нефти состоялся день первокурсника. На территории кампуса был организован пункт студенческого совета. Там каждый желающий мог стать его участником. Также расположились информационные стенды и развлекательные точки. Можно было сыграть настольный теннис, баскетбол и дартс. Для студентов организовали концерт. После торжественной линейки ректор от вуза поздравил всех студентов, напомнив, что студенческие годы – это не только время для учебы, но и отличная возможность раскрыть себя. Вспользуя использовали все эти годы для того, чтобы они оставили яркую черту в вашей длительной, насыщенной, плодотворной жизни. Торжественные линейки прошли и в школах. Лицей номер 2 открыл двери для 140 первоклассников. Учителя, родители и гости вместе со школьниками встретили начало учебного года. Все в порядке. Мы чисты, опрятны, новые. Для учебы мы готовы. Раян Ахмедзянов идет сегодня в первый класс и говорит, что рад этому. Несмотря на юный возраст, по-взрослому рассуждает, что учиться – это важно. И с восхищением разведывает школьников и учителей. Вот это вот стольтик. Вот это стольтик мне понравился. Но тольтик – это толпа, очень много людей. После торжественной части прозвенел первый звонок, официально давший старт новому учебному году. Раиль Латыпов, Ильнур Залятов, Новости Юго-Восток. В Альметьевске открылось обновленное водохранилище. После реконструкции на территории появились велодорожки, скамейки, урны. Для прогулки велосипед можно взять тут же. Работают точки проката. Доступным для горожан стало еще одно общественное пространство. Собак теперь можно выгуливать в новом кинологическом комплексе. На открытие объектов побывал Рустам Миниханов. Обновленное водохранилище стало территорией спорта и отдыха. На берегу альметьевцам предлагают прокатиться на велосипедах. Двухколесный транспорт можно взять тут же. Работают павильоны проката. Если наземные прогулки кажутся скучными, то можно отправиться покорять воду на сабборде. Доски тоже дадут в аренду. Ну а те, кто активный отдых не любит, но любит природу, могут приятно провести время на водохранилище с томом любимого издания. Очень красиво. Очень много площадок для детей. Пешеходные площадки. Можно в любое время прийти, прогуляться. Эльвира Закирова призналась, что раньше редко бывала возле водоема. Но в день открытия решила посмотреть на изменения. Оценить масштаб проделанной работы прибыл Раис Республики. В этом году по плану завершился только первый этап реконструкции. Рустама Миниханова познакомили с дальнейшими изменениями. Комфортные прогулки нужны не только людям, но и четвероногим жителям города. Для последних появился кинологический центр. Хозяева со своими питомцами уже успели оценить площадку. Здесь все такое прям новое, красивое. Дружба Камиллы Каюмовой и дворняшники Кармы началась случайно, но оказалась настоящей. Собака как будто выбрала себе хозяина. Вместе они уже 4 года. Да я просто что-то гуляла, и она за мной ввязалась на улице. Вот, решила забрать. Обновленные объекты уже доступны для альметьевцев. На водохранилище должна появиться экопарковка. А в кинологическом центре в день открытия можно было пообщаться с собачьими специалистами, ветеринарами и грумерами. Лена Баур, Ильна Розулятов, Новости Юго-Востока. Компания «Татнефть» поблагодарила лучших сотрудников. На площади Ленина прошел торжественный парад нефтяников. На трибунах собрались ветераны отрасли и семьи действующих работников. Организаторы в этом году изменили традиции. Основная часть праздника стартовала на площади во второй половине дня. Там гостей ожидала уже ставшая местной классикой театрализованная постановка и парад работников нефтегазовой сферы. Парад современной техники прошел на площади Ленина. Эти машины помогают нефтяникам в их работе. Много лет назад оборудование было другим и работа казалась сложнее. Гузаль Гайфудинов отработал нефтяникам больше 40 лет. В 1967-м его приняли оператором на четвертый промысел. Здесь он и трудился до выхода на пенсию в 2010-м. Мы ходили первое время пешком и ночью оставляли, порывы были много, вручную копали траншеи, все было вручную. Техника – это хорошо, но, как говорит Гузаль Миннахметович, личную ответственность никто не заменит. Уверена держать ответ – задача руководителей. Зоя Перлова работала начальником транспортного отдела. Мы отгружали цистерны железнодорожные, мазут, нефть. Организовывали новую фирму. Это Татнефть Нижнекамс, которая сейчас имеет свои собственные цистерны и возит уже в своих цистернах свою продукцию. Среди гостей немало бывших нефтяников. Многие отдали профессии годы жизни. Дорогие наши ветераны, у нас сегодня нет возможности перечислить вас всех. Каждый из вас внес свой значительный план в нефтяброчную республику. И ваши имена навсегда отписаны, что вы не только от нефти, они включены в предопись нефтяной отрасли России и всего Советского Союза. На праздники чествовали современных нефтяников, отличившихся в работе. В этом строю и передовики производства. На них равняется вся Татнефть. Это гордость и слава компании. С праздником вас, дорогие друзья! По традиции для сотрудников нефтегазовой сферы прошло театрализованное представление. Одна из первых сцен рассказывала о важности качественного образования для будущих профессионалов. Представление плавно перетекло в парад нефтяников, а после начался концерт. В знак признательности сотрудникам за добросовестный труд им подарили выступление заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Свет и тост, нет у нас родни. Елена Баур, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока. Мастер-классы, фудкорты, концертная программа. Развлекательные события Дня нефтяника организовали в разных локациях. На улице Гагарина, в городском парке и на площади нефтяников. Как программу оценили жители и гости города в нашем сюжете. Ну, это те, кто добывает нефть. На празднике тех, кто добывает нефть, нашлись развлечения для детей и взрослых. На улице Гагарина работали точки активности. На одной из них проводили мастер-классы по пересадке растений и изготовлению различных предметов для интерьера. Здесь каждый год участвую в мастер-классах. Вот увидела, что здесь проводят мастер-классы медажницами. И я вот решила сделать вот такой вот узор на минажнице. Здесь можно было получить бесплатно шоппер с символикой города, поучаствовать в гонках, провести время с детьми и вкусно поесть. Городской парк стал местом притяжения фанатов татарской эстрады. Здесь выступили Алсу и Азат Фазлыевы, Марат Ярулин и народный артист республики Салават Хархиддинов. Посмотреть на которого приехали с соседних регионов. Розалия, Сирена, Люцея и Гелюся – сестры, которые работали в нефтяной промышленности. Профессиональный праздник стал отличным поводом выбраться вместе. Очень нравится. Мы нефтяники. Каждый год отмечаем. Довольники как раз попали на те песни, которые хотели услышать. Живую, прям отлично. Вот ради Салават Закичи даже вот пришел сюда. Все песни его. С первого класса уже с садика все песни его знаем мы. Потому что вот он лучше. У него голос такой бодрый, татарский, настоящий. Радостным событием для любителей хоккея стала презентация жителям новых игроков, капитанов и тренерского состава команд «Нефтяника» и «Акбарса». Концертная программа на площади ДК «Нефче» стала кульминацией праздника. На сцене выступили группы «Амаш», «Рок-привет», а также Гарик Сукачев и Сергей Лазарев. Зрители встречали артистов с плакатами и подпевали любимые хиты. Супер, отлично. Мы поплясали уже от души. Мне очень нравится. Ждем Сергея Лазарева. Спасибо за праздник. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Раид Латыпов. Новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам ватсап. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Многонациональный и любимый Татарстан. Как отметили День Республики. Помощь ближе. В Заинском районе открылся новый ФАП. Сотни спортсменов из разных городов страны снова приедут в Ольметьевск. Чего ждать горожанам. И возвращаемся к праздничной теме. Одним из главных событий дня стал конкурс профессионального мастерства среди нефтяников. Он собрал лучших специалистов отрасли. 54-й конкурс профмастерства прошел на 27 площадках. Соревнования по 10 дисциплинам проходили в заочном формате на производствах и в центре подготовки кадров. На 14 площадках состязания прошли возле Дворца спорта «Юбилейный». За звание лучшей боролись бригады по подземному ремонту скважин. Операторы по ДНГ, слесари по ремонту и обслуживанию ТРК АЗС, операторы АЗС и другие сотрудники нефтегазовой сферы. Медицинские работники и повара тоже боролись за первое место в конкурсе. Показали свои умения и сотрудники компании «Татнефть Урс». Повара прошли три этапа конкурса и доказали мастерство в теории и на практике. Наша съемочная группа наблюдала за процессом. На площадке у Дворца спорта развернулась настоящая кухня. Жители и гости города смогли не только попробовать продукцию любимых заведений, таких как Акшерлак и Сыроварня, но и ознакомиться с меню нового кафе «Реза», а также продегустировать другие новинки. Вообще впервые такое увидела. В этом году это, наверное, новшество. Еще не пробовала, но пахнет очень вкусно. Ближе к полудню состоялся конкурс профмастерства среди поваров в компании «Татнефть Урса» и «Татнефть Забота». Он проходил в три этапа. Отборочный завершился еще в июле. После повара сдавали теорию. Участникам дали домашнее задание – приготовить кондитерское изделие из шоколада. Его конкурсанты принесли с собой. На самой площадке участникам нужно было приготовить комплексный завтрак. Повара сделали выбор в пользу каш и сырников. И приготовить вкусно было недостаточно. Оценивались форма, подача, состав и время. У каждого участника был свой закрытый бокс с рабочим местом. При подготовке помещений учитывались пожелания самих поваров. За первое, второе, третье место участникам вручили денежные призы. Маргарита Трегубенко, Раил Латыпов, Новости Юго-Востока. Система постоянного мониторинга и технология адресного управления скважин. Все это было представлено руководству республики на выставке «Тат-Ойл-Экспо». Эти методики принадлежат фирме «Тота-Системс», которая занимается внедрением технологий цифровизации месторождения в Альметьевске больше 15 лет. В конце августа в международном выставочном центре «Казань-Экспо» прошло одно из крупнейших международных событий нефтегазовой отрасли России – Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии приняли участие топ-спикеры нефтегазовой и химической отрасли. Среди участников больше 200 компаний. Для нашей страны опыт развития и совершенствования нефтегазовой и нефтегазохимической сферы «Татарстан» очень интересен и полезен. Ключевым событием форума стала международная нефтегазохимическая выставка «Тат-Ойл-Экспо». Она объединила экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Среди экспонентов выставки – производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. «Первые решения были внедрены более двух тысяч скважин именно на месторождение к республике Татарстан от нефти и малых нефтяных компаний». Выставку посетил Раис Татарстана Рустам Миниханов. Среди стендов, которые он посмотрел, был и представленный компанией «Тота Системс». Ее генеральный директор Ильшат Вахитов рассказал о развитии и успехах своего предприятия. Благодаря этим внедрениям финансовым мы закупили оборудование, привлекли дополнительные рабочие места. В 2024 году удостоена диплома национальной чемпиона. Что это дает? Это привлечение дополнительных инвестиций со стороны государства в республику, в технологии. Соответственно, мы готовы внедрять наши технологии как у нас в республике, так и за пределом Российской Федерации. «Тота Системс» является разработчиком, производителем и поставщиком глубинных измерительных комплексов, систем постоянного мониторинга параметров пласта «Тота Системс», а также оказывает услуги по шеф-монтажу, проводит гарантийное и постгарантийное обслуживание. За 15 лет предприятие оборудовало более двух тысяч скважин. Начиная с 2019 года по 2022 год компания привлекла инвестиции на сумму свыше 300 миллионов рублей. За счет этого компания смогла приобрести новые станки, расширить производство. С учетом ухода в 2022 году компании «Большой четверки» мы смогли свои технологии внедрять на полуостре Ямал, на таких местах, как Чинда, Митаяха, Роспан, также присутствие на шельфовых скважинах Каспия. Для региона нефтедобывающая отрасль образующая. Благодаря труду нефтяников на месте сёл сейчас города. Появились они благодаря и технологиям, которые регулярно обновляются. В эти выходные отметили еще и День республики. Основные праздничные гуляния развернулись возле молодежного центра. Для жителей и гостей города приготовили концерт и мастер-классы. Жители района представили яблочный сок, привезенный из разных уголков Альмитевского района. Очень счастлив, потому что это же паспорт, то что я уже гражданин тут. 7 сентября в Альмитевске пройдет Татнефть-Альмитевский полумарафон 2024. Участники преодолеют дистанции на 3, 10 и 21 километр. Эти расстояния доступны для любителей бега от 11 лет. Для детей помладше подготовят дистанции на 300 и 600 метров. Поддерживать участников выйдут 50 музыкальных точек болельщиков. Для проведения соревнований временно будет ограничено движение транспортных средств с 6 до 16 часов. Перекроют улицы Ленина, Чехова, Гагарина и проспект Укая. О новостях городов Юго-Востока расскажет моя коллега Елена Бауэр. В локомотивном депо Бугульмы поймали машиниста, пытавшегося украсть 140 литров дизельного топлива. Факт хищения пресекли транспортные полицейские набережных Чулнов. Установлено, что неоднократно судимый 36-летний машинист и его 37-летний подельник слили с тепловоза топлива. Они положили 7 канистр с ним в багажник, чтобы позже использовать в личных целях. Но вскоре их задержали транспортные полицейские. Спортсмен из Лениногорска стал серебряным призером Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Данил Садреев участвовал в соревнованиях в городе Чайковском в Пермском крае. 31 августа там проходил пятый этап состязаний. Школьные автобусы в Черемшанском районе готовы к работе. В этом году 225 детей будут приезжать на 16 машинах из 32 населенных пунктов на учебу. Автобусный парк постоянно пополняется. И за последние три года район получил 4 новые газели. Автобусы оснащены специальным оборудованием, обеспечивающим безопасность школьников. К водителям тоже предъявлены особые требования. Водительские категории должны соответствовать, а стаж вождения должен быть не меньше 10 лет. В Зайенском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Он появился по программе национального проекта здравоохранения. Одноэтажные здания оборудовали по последнему слову техники. Внутри есть все необходимое для оказания первой помощи. На открытии побывала съемочная группа. В деревне Кирике состоялось долгожданное событие – открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Для местных жителей это стало настоящим подарком. Ведь теперь они смогут получать медицинскую помощь в современном здании. У нас построили очень даже хороший медпункт. Медпункт новый, новые оборудования, там все есть. Я туда зашла и мне очень понравился этот медпункт. Прошинья Исламова 39 лет оказывает медицинскую помощь односельчанам. Заботится о здоровье 97 человек, двое из которых дети. Раньше работала в старом здании, там не было таких условий. Сейчас в новом здании все условия созданы для работы. Здесь очень комфортно, тепло, светло. Все создано, чтобы обеспечить народ первой помощью. Открытие ФАПа стало результатом реализации государственной программы. Построили его в рамках национального проекта здравоохранения. Медсестра и ФАП до сих пор работали, но это здание в очень плохом состоянии было. Старый маленький домик. Вот мы попали в федеральную программу. Население, конечно, нуждалось. Очень просили, конечно, сколько лет уже. Вот эта мечта у нас ввлась. Новый ФАП расположился в уютном одноэтажном здании, оборудованном по последнему слову технике. Здесь есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи. Этот объект будет нужным для вас и важным. И хотел бы, наверное, в завершение поблагодарить строителей, которые организовали это все и не только сделали, возвели типовые решения, но и здесь появилась благоустроенная территория, которая в том числе и будет радовать в будни, когда не нужно будет заходить в это медицинское учреждение. Новый ФАП – это не просто медицинское учреждение, а символ заботы государства о сельских жителях. Ведь очень важно создавать комфортные условия жизни не только в городской среде, но и на селе. Эльмира Шабрина, Максим Майоров, Александр Симофеев. Новости Юго-Востока. Теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. Вознакаева, Бавлах, Бугульмия, Заинский и Лениногорский будет солнечно. Вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем 23-25 градусов, ночью 13-15. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Посмотреть выпуск сначала вы сможете на нашем сайте. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Также присылать свои вопросы и проблемы в наш Телеграм-бот.